Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи Александра Кравчук «Волновой анализ» за сегодня, 28 февраля 2020 года, ну и портал тот же самый, коллеги, Utrade TV. Но этот день мы подобрали специально от Александра, посложнее, потруднее, чтобы он показал всю красоту и мощь волнового анализа. И Александр Кравчук, наш коллега из Северодвинска-Архангельской области, уже с нами. Александр, приветствуем вас! Добрый день, Игорь Николаевич! Здравствуйте, всех приветствую! Как вам сегодняшний день? Какие сложные темы мы вам подогнали? Как чувствует себя волновой анализ? Позволяет ли он торговать по своему прогнозу? Так, на сегодняшний день, да, если вы помните прошлую нашу встречу, были ожидания, опасения, так сказать, не ожидания, опасения того, что рынок может, в частности, евро-доллар, ну и еще S&P чуть снизится, и как раз все это реализовалось. Вот, так что, худший, ну как бы не худший, а по не очень приятному сценарию все пошло. Ну давайте посмотрим. Да, давайте посмотрим на графиках, как это выглядит. И что с этим делать? Бежит интернет. Спешит, торопится. Все, видим, хорошо, вам слово. Есть картинка. Значит, евро-доллар. В прошлый раз мы с вами встречались, где-то это было примерно вот здесь, после двух растущих импульсных структур, и было высказано опасение, что, ну, я, конечно, не считал тогда, и сейчас, в принципе, особо пока не склоняюсь к этому варианту, что это зигзаг, вот, А, Б, С, А, Б, С, вот здесь вот, да, ну, тут, понятно, какая-то коррекция, предполагаемая 4 волна, и вот после нее какая-то вроде как, здесь должно что-то импульсное вверх развиваться, да, типа в пятую, вот, там впереди же должна быть пятая волна, и поэтому что-то импульсное смотрится наверх на новый максимум. Но прошла рост, коррекция рост, и все это, тот рост был совсем слабый, который, как бы, С, да, вот это, и поэтому, в принципе, было высказано, ну, опасение, что рынок может уйти в глубокую коррекцию. Так оно, в принципе, и происходит, действительно, да, рынок снижается глубже, чем хотелось бы. Почему? Ну, потому что, понятно, да, сопровождаю, как бы, движение наверх, в трейдах был, соответственно, да, часть уже выбита по безубытку, уровень вообще, как бы, там у меня на 1.17 отмена, в принципе, роста, и буду смотреть, что из этого происходит. Сейчас, пока, как бы, да, вот этот зигзаг все еще не беру, считаю, что здесь вариант 1.2, и вот здесь 1 меньшего волнового уровня, и двоечка тоже меньшего волнового уровня. Критическая отметка для этого сценария 16.80, там, примерно. То есть, если евро продолжает снижаться, пробивает этот уровень, вот этот вот минимум, в принципе, получается, что вариант с двумя заходными импульсами наверх, и тем самым удлинением, с удлинением в третьей волне, он, соответственно, отменяется. Что может быть? Так, ну, тут надо немножко туда пониже спуститься, допустим, на 4 часа. Может быть, все-таки треугольник, то есть, вот у нас есть тройка, которая, в принципе, да, за всю четвертую волну в настоящий момент принята мной, но это может быть только волна ее А. Соответственно, мы тогда, скорее всего, вынуждены, я признаю, что здесь, соответственно, да, у нас зигзаг лишь, и это Б, и вот мы какими-то тоже такими, да, трехволновыми структурами опускаемся, это где-то здесь можно будет поставить волну С, потом достроить Д, Е, и все-таки, да, попытаться четвертую волну сюда перенести. Мне нравится мне вот здесь зигзаг, слишком стремительная С, по времени она должна была оказаться, вот, соответственно, да, получается, правее. Но, с другой стороны, рынки иногда отклоняются значительно от своих таких более правильных пропорций и такие сюрпризы негативные преподносят. Поэтому, значит, пока базовый сценарий мой, критический уровень на 16.80, если мы его пробиваем, я, соответственно, переношу, ухожу на треугольник и критический уровень переношу тогда на 1.16. Да, то есть, тогда вот, в принципе, буду искать вот здесь точки входа новые, потому что у меня, соответственно, здесь уже окончательно выбьют остатки позиций на лонг. Вот, ну, а на конкурсном счете, я сразу тогда скажу, на конкурсном счете я начал набирать вот здесь лонги, то есть, представляя примерно, что у нас здесь коррекция какая-то, да, развивается. И я, соответственно, да, предполагая, что будет снижение, я начал, соответственно, здесь покупать, накупился и сейчас просадка несколько процентов. Вот, не очень большие объемы, соответственно, входов, да, ну, чтобы как-то риск там немножко соблюдать адекватности. Вот, ну, тоже, да, критический уровень на 16.80 и позиции будут закрыты с убытком, если пробьет. Ну, пока так. Так, по фунту, ну, тут понятно, да, дальше, соответственно, все очень похоже по аналогии. Фунт, фунт, если я не ошибаюсь, здесь треугольничек виделся, да, 1, 2, 3, крупный треугольник 4 и 5. То есть, вот такая вот у меня, соответственно, здесь разметка была, 4, 5 и, соответственно, коррекция. И вот она, скорее всего, к сожалению, не готова. То есть, в этой коррекции, да, можно увидеть, если поаккуратнее все нарисовать, попытаться. Вот в этой коррекции можно увидеть, что здесь есть более импульсная структура коррекции. И вот 1, 2, 3, высокая 4 и, возможно, еще обновление минимума примерно в уровень, соответственно, 1.29. Это будет только, вот, соответственно, окончание вот этого коррекционного паттерна после единицы. А, B, и вот здесь мы, да, достроим пятую волну в C. Поэтому, скорее всего, по евро еще чуть-чуть мы снижение будет, и по фунту тоже такое, вот, соответственно, снижение. Ну, фунт более волатильный, тут под 100 пунктов. По евро это, возможно, пунктов, наверное, там даже 50. Поэтому, конечно, критический уровень в опасности. По евро в 1.16.80. Ну, ничего не поделать. Ну, я пока сохраняю свои ожидания о том, что это все-таки у нас, соответственно, модель на рост, и мы здесь импульс нарисовали. Вот, поэтому, как бы, продолжение роста, также продолжаю ожидать, ну, как и по евро, по большому счету, так, если более повыше подняться под инфреймом. Сегодня ситуация еще, как бы, да, с окончания коррекции неясная, но я думаю, что неделю мы вряд ли будем падать. Скорее всего, все-таки развернемся на укрепление. Так, ну, порублю, порублю тоже, да, 75 не дали, выстрелили раньше, не смогли укрепиться до этой отметки. Попытаюсь сейчас найти уровень 75, делаем тут. Вот здесь вот он должен быть, этот уровень, соответственно. Не дошли, немножко не дошли. Причем, как бы, да, ожидалось, что все-таки выполнят. Вот у нас есть вроде как троечка, коррекция к ней, и тут тоже, да, хотелось бы третью волну, еще трехволновое движение увидеть. Но, возможно, здесь просто была сдвигающаяся коррекция, и мы вот импульс, коррекция, импульс. В общем, как-то так, понятно было, что это коррекционное движение, что здесь укрепление, ну, покупать рубль тут точно, да, не стоит, просто получше точку на вход, и, полагал я, ну, рекомендовал, по крайней мере, как бы, да, делился своим мнением по этому вопросу, что здесь лучше использовать этот отрезок только для покупок, потому что непонятно, дадут 75 или с какой-то другой отметки срвутся вверх. Ну, видим, да, хороший выход. Возможно, вся вот эта вот, да, коррекционная структура какая-то вот здесь еще не готова, и еще будет какой-то заход. Но пока это выглядит не очень очевидным, и мы подходим к новым максимумам, здесь в районе, там, уже к 80 рублям карабкаемся. Проще, наверное, предполагать, что волна 2 здесь закончилась, да, после вот этого первого импульса. Каким-то вот таким коррекционным паттерном, ничего в этом страшного нет, такое бывает, ну, и, соответственно, мы пошли уже в какой-то новый, там, тренд на ослабление. Ну, а причина этого ослабления, я думаю, ну, говорить уже вообще, наверное, уже никому не нужно, да, все и так понятно. Все эти процессы, которые идут, большой уровень монетизации пошел, то есть имеется в виду печатание денег у нас в России, и брать их больше неоткуда. Поэтому Центробанк печатает, Минфин крутит пирамидку с облигациями федерального займа, то есть все, что было когда-то в ГКО потихонечку начинает повторяться. И со временем это наберет обороты те, которые ГКО и сорвали. То есть пока уже говорили, что допслуживать сложно, вот, слишком большие платят на проценты Минфин, ну, сейчас это превращается все потихонечку в совсем неприятные формы. Ну, другого пути нет, по крайней мере, у них точно, потому что ничего они сделать с этим не могут. Так, это у нас, соответственно, S&P 500, да, 4, 3400. Ожидалось окончание коррекции, ну, понятно, да, насколько сильно все это провалили. Пока, в принципе, здесь видится следующая разметка, здесь у нас трехволновое движение. Этот уровень воспринимался как критический для того, чтобы остаться, попытаться остаться в импульсе, да, то есть типа как четвертая волна и потом на пятую. Но очевидно, что мы здесь идем зигзагами. У нас есть крупная тройка, у нас верх тройка, и опять, да, это какое-то трехволновое движение, по крайней мере, здесь комплекс зигзагов. Видимо, все-таки мы находимся в формировании какого-то крупного треугольника. Примерно где-то с этих значений плюс-минус мы должны уходить и достраивать все-таки четвертую волну в виде зигзага, да, поэтому у нас здесь только A в виде треугольника, здесь и четвертую волну. Это B, здесь у нас C, дальше будет D, E, и все это крупная четвертая волна. Видимо, она как раз подойдет, наверное, все-таки к событиям, выбранным в ноябре, в начале ноября в США. Здесь, скорее всего, будет какой-то выстрел на максимум, да, в пятую, и потом обратно такой же резкий уход. То есть будет какой-то якобы позитивный момент, и потом обратно слив. Почему? Потому что после четвертых волн с треугольниками пятая, ну, финальная идет, и она, соответственно, должна по большому счету потом уйти на крупную коррекцию. Вот такие вот теперь ожидания, да, потому что, ну, не складывается из этого, не выходит у Данилы кайверный циток, так сказать, не складывается из этого какое-то начало тренда. Ну, либо еще другой вариант, мы четвертую волну оставляем здесь, здесь мы идем тройками и рисуем какой-то, соответственно, диагональный треугольник. Это более, ну, несложный вариант, ну, пока, грубо говоря, да, вот, получается, в нем есть только два зигзага, вверх и вниз, и говорить о том, что это будет диагональник, это сложнее оказаться в этом варианте правым, чем, да, предполагать уже наличие треугольника, который, в принципе, почти готов, да, и в нем осталось достроить два небольших паттерна, чем вот еще третий, четвертый, пятый, все и зигзагами, там, с пересечениями. Нет, скорее всего, мы все-таки в треугольнике, и только потом будет выход на пятый. Но с этого крупного диапазона все равно, я предполагаю, выход будет вверх, потому что, так или иначе, либо в рамках вот этого более сложного диагонального треугольника наверх в пятый, либо, соответственно, продолжающегося треугольника в четвертый и выход. Но тогда надо, вот, соответственно, вот эти уровни где-то здесь примерно останавливаться, да, рынку разворачиваться и достраивать, соответственно, треугольники потом на пятый. Вот такое у меня, соответственно, ожидание сейчас по S&P. Так, золото тоже, да, погрязло во флете. Соответственно, ну тут, грубо говоря, до импульса удалось достроить, можно так сказать. Вот у нас есть первая, вторая, третья, четвертая, да, в виде треугольника, выход на пятую, и мы трехволновым движением пока корректируем. Да, не очень такой, грубо говоря, хороший диагональник, не очень явный, но такое бывает, да. Когда диагональные треугольники, да, появляются в первых волнах, они не всегда такие, да, импульсные растянутые. Иногда они больше похожи даже на коррекцию. При этом коррекции, конечно, это может и быть, потому что хоть здесь и размечаются какие-то импульсные модели, но они получаются за счет чего? За счет того, что все время, да, ищется, вот здесь, допустим, эти, чистокол взят в треугольник четвертой волне оставленный импульс, если так размечать, да, здесь тоже со второй волной такое, да, что-то более усеченное, и только потом импульс. Короче, небольшая натяжка идет, но пока складывается, там посмотрим. В общем, критический уровень, новый минимум, не должны его обновлять. Скорее всего, еще минимум по золоту будет. Неудобно, не видно, хватит от длинных графиков. Вот, еще, скорее всего, минимум по золоту будет, вот здесь локальный, потому что троечкой начали, да, обновление какое-то. Но надо тогда, чтобы устоял этот уровень 1850 примерно. Тогда можно говорить о том, что у нас есть волна 1, коррекция 2, и потом ждать какого-то укрепления. В общем, тоже все. Ну, понятно, да, когда поддавили критическим уровнем коррекции, стало все, грубо говоря, сложно. Ну, что поделать. По биткоину выход состоялся наверх, и это в локальном участке, это максимум, который, наверное, будет какое-то время оставаться необновленным. Поэтому обращал внимание, чтобы здесь люди не очень оптимистично смотрели. Что по волнам здесь можно найти? Ну, вот у нас есть какой-то импульсный участок, потом мы его сложно откорректировали каким-то вот таким паттерном, да. Тут больше похоже все-таки на 1, 2, 3, треугольник 4, 5, потом плоскоиздвигающийся и еще импульс. В общем, короче, импульс-коррекция, и мы снова нарисовали импульс. 1, 2, 3, 4, 5. Причем здесь у нас треугольничек, выход из него в пятую. Таким образом, пока это как бы зигзаг, новый максимум, да, тут формально вроде как обновлен. Если это лишь коррекционная модель, то цель у нее новый минимум, будь сюда. Вот, а это, извините, у меня 3 тысячи. Это как бы очень плохо. Вот, ничего лучше здесь пока не видится, ну или, соответственно, все равно, да. Оптимистичный вариант, это у нас тоже, да, рост. Первая какая-то в новом тренде, это вторая. И тут дальше первая, младшего волнового уровня. И сейчас нужно откорректировать ее второй волной, младшего волнового уровня. Какая будет уровень для этой коррекции, непонятно. Примерно в целом они идут к четвертым волнам, то есть это 10 с половиной. От 13, грубо говоря, тут с половиной тоже немало. Поэтому, ну, в лучшем случае снова будет откат, просто как бы не такой, как бы, катастрофический, как в первом варианте. По-любому в лангарту сейчас стоять не очень правильно. Вот, поэтому обращаю внимание о том, что на этом максимуме лучше подприкрыться, кто спекулирует криптовалютой. Так, это у нас нефть. По нефти тут лучше перейти на, ну, давайте, да, давно ее не смотрели. Значит, я считаю, что здесь новый импульсный рост после всех вот этих событий, да, падений он начался. А сейчас он корректируется. У нас падение, здесь такой треугольничек, да, и вот сейчас мы рисуем второй импульс. Не очень глубоко, 36, 60, 37 целей. То есть не так много осталось падать. Вот, но в целом это вот таким образом я представляю. Поэтому скоро здесь разворот на новый максимум. Даже если это будет ABC, то все равно, как бы, хорошенечко, так, 60-ти, то не должна будет укрепиться. Вообще, как бы, да, надо войти в эту базу. То есть вот в эту проторгованную часть нужно зайти. Это примерно где-то 60 с плюсом, с небольшим. То есть это, как бы, грубо говоря, цели для такого вот просто даже базового паттерна коррекционного трехволнового. Ну, я надеюсь, что это, в принципе, все-таки импульсная история, и дальше пойдем, соответственно, на укрепление. Вот, поэтому по нефти тут много вниз не осталось. Я думаю, что продавать там уже нет смысла. Точка для разворота 37, 36, 60. Вот у меня две цели. Так, ну, РТС многострадальный. Ну, тут по большому счету тоже, да, можно представить себе историю из импульса. 1, 2, 3, 4, 5. Правда, здесь внутри тройки, и пересечения между ними нет. Поэтому с большой степенью вероятности это все-таки тройной зигзаг, коррекционная модель. Но остальные рынки, да, если так пытаться как-то синхронизировать, то есть, ну, как минимум, да, американский фондовый рынок по своим индексам, он здесь нарисовал импульсные модели. Поэтому, может быть, здесь клин у нас по РТС просто с отсутствием пересечения в первой-четвертой волне клина этого, да, состоящий из троек. То есть, ну, РТС любит такую, грубо говоря, гич вытворять. Ну, это связано с самой, как бы, такой спецификой нашего рынка. Состав участников, количество, ну, ликвидность и прочее, прочее. Просто сама структура экономики, да. Все это доставляет, грубо говоря, отпечаток, и поэтому модели здесь такие немного извращенные встречаются. Чем более ликвидный рынок, тем более волновые модели лучше проявляются. Здесь, соответственно, все понятно с нашим российским рынком. Вот, это может оказаться все-таки клином. Как и на остальных рынках, да, это, грубо говоря, либо все пятые волны, либо первые импульсы в них. И вот сейчас мы его корректируем, да, у нас есть тройка, коррекция, ну, импульс, извините, да, трех-пятиволновое движение. Коррекция и еще выход на один импульс, это, соответственно, примерно будет зигзаг, какой-то ABC. Вот, чего я, в принципе, и жду. Понятно, что по РТСу еще куда еще падать, с такой горизонтальной проторговкой в коррекционной волне у нас падение может быть, ну, до 99,5, 90, да даже, наверное, 90. А что, давайте попробуем померить. Давайте возьмем Fibonacci. Вот, самый простой способ первичной оценки целей. Здесь у нас 98, короче, давайте так, 98,5 цель примерно у вот этого коррекционного паттерна. Если это третья волна вниз развивается в новом тренде на новые минимумы, то понятно, что мы, конечно, эту отметку достигнем. Если это коррекция, то минимум к ней там 98 тысяч. Я пока буду ждать 98 и оттуда разворот. Пока такой у меня сценарий. То есть, короче, вот 98 тысяч по РТС, это, к сожалению, цель. Так, чего осталось? А все, ничего больше не осталось. А нет, индекс доллара. Ну, тут, ладно, тут с разметкой, в принципе, нет смысла. По евро поговорили, индекс доллара все наоборот. По большому счету, у меня все. Готов попробовать ответить на вопрос. Игорь Николаевич. Понятно. А я так и завис, ведь. Вы меня слышите? Да, теперь слышу. Все, все. Включайте свою камеру и останавливайте. А я ее не выключал? Что-то зависло, да? Нет, я выключал, чтобы был швей график. Все, я понял. Хорошо. Так что, да. Все у нас работает. Ну что, пожалуйста, коллеги, ваши вопросы. Начинается все с рекомендации. У нас, так сказать, все по делу. Джеймс Бон пишет, Александр, поменяйте волновой анализ на технический анализ, и вам все там станет понятнее. Джеймс Бон так на секунду просто замечу, что волновой анализ – это часть технического анализа. Поэтому, в принципе, знаете, как, ну я не знаю. Как вам еще ответить, в общем-то? Сам себя вкуснул, получается, да? Давайте остановим демонстрацию рабочего стола, Александр, и вернемся. Вот. Значит, Иван Кочев пишет, «После парочки бокалов нового вина рынок становится добрее. Север настаивает, что после коньяка тот же эффект». Вот. Значит, ну, мы вам верим, коллеги. Оксана пишет, «Саша, а может быть, что дойдут до 1.16.40 в скобках 20 и резко наверх? А у тебя отмена лонга на 1.16.80». Нет, ну, отмена лонга – это первое, 16.80. Это вот вариант с двумя комплексами волн 1.2.1.2. И получается, что надо будет перестраивать в какую-то более горизонтальную модель, как по большому счету S&P в треугольник трансформирует эту проторгованную зону, да? По большому счету евро, наверное, пойдет, скорее всего, по тому же сценарию. Поэтому 16.80 отменит только лишь трейд наверх в импульсном стиле, в котором, соответственно, я изначально закладывался. Значит, надо будет понимать, что рынок еще в этом диапазоне полетает. Да, рынок развернется, и для интродей трейдеров, допустим, да, 16.80 пробьет. Вполне возможно, что даже буквально, да, обновив этот минимум, сразу развернется и пойдет. Но пойдет не на новый максимум, да, новым импульсом, а пойдет опять, рисует какую-то тройку еще, потом снова упадет. И все это, грубо говоря, будет в значительном расстоянии происходить. Потому что тут диапазон потом открывается, колебания там в 200 пунктов туда-сюда ходить. В этом горизонтальном треугольнике. Так что, конечно, возможно, что и там от 16.40, от 16.20 он резко развернется и наверх. Но наверх на сколько? Пунктов на 150, на 200, и потом снова глубоко упадет. Уже в волне Е треугольника. Дело в том, что в том стиле торговли, который был изначально заявлен для отработки этого участка, что вот у нас импульс, коррекция, потом еще импульс, коррекция, а это значит приближается момент волны 3 в 3, и значит вообще резкий выстрел на верх. Вот этого может и не случиться, и скорее всего уже даже и не будет. Мы, наоборот, мы зафлетим тройками еще, постоим, и в начале ноября закончим треугольники, только тогда выстрелим наверх. Поэтому да, это будет рост, но он будет не такой, какой хотелось бы изначально. Как-то вот так. А то, что да, то, что из треугольника и снова наверх выйдут, конечно, это не отмена лонга, это просто, ну как, ну если ты изначально торговал импульс, а у тебя получается продолжение еще предыдущей коррекции, то, наверное, нужно как-то, грубо говоря, корректировать свой торговый план, и либо принимать убыток и смотреть, и потом с новой точки входа более уже правильной, да, входить заново, восстанавливать позиции на лонг, либо пересиживать, но пересиживать я могу, в принципе, там на своих деньгах, там еще где-то, вот. Каждый сам для себя решает, пересиживать ему или нет, какие-то просадки, ну, грубо говоря, вот так вот. Ясненько. Поняли вас, Александр, спасибо большое. Второй мой вопрос, да, Иван Кочев пишет, смотрю на волны и трезвеют. Это очень интересный эффект, это новое, я вот такого не слышал еще никогда. Вот, ну, наоборот, смотрят на волны и голова кружится, то есть как бы пьянеют, тут люди трезвеют, не знаю, с чем связаны эффекты. Как все по-разному работает у нас, вот, насколько человеческий организм тоже индивидуален. Александр, у меня вопрос. У вас есть губительная страсть к евро. Я это заметил еще с 2016 года. Вы помните, о чем я говорю. Александр, а может не надо? Может попадут из евро? Ну, смотрите, я по большому счету ИСНП также отрабатывал наверх. И такая же, грубо говоря, ситуация и по ИСНП. И, ну, уходить на что-то, понимаете, почему евро падает? Потому что растет доллар. Чтобы вы не начали торговать при укреплении доллара, оно практически все, ну, что торгуется в долларах, оно все испытывает давление. Ну, вы посмотрите, да, снижается. Ну, кроме биткоина, наверное. Ну, биткоином торговать, извините, да, это как бы, ну, не совсем серьезно для интродэйтрейдинга. По крайней мере, спреды, которые я вижу у брокеров, это неадекватно. Вот, чисто идти спекулировать криптовалютой, ну, наверное, в принципе, надо было изначально в это верить. Я как бы не люблю криптовалюту и пока не полюблю ее. Для интродэйтрговли, для просто для торговли какой-то такой, да, постоянной, ну, что вы можете выбрать? Ну, понятно, что, да, остальной класс, грубо говоря, либо инструментов Форекс, либо вообще уходить тогда на фондовые рынки, там, российские, американские, но это, понимаете, фондовый рынок, он отличается от фондов Форекса. На Форексе более глобально идут коррекционные модели, потому что перманентно одна валюта перед другой плюс-минус постоянно как-то в таком, ну, не в более трендовом, а в каком-то более флетовых участках двигаются. Да, эти тренды большие, ну, вот, как, допустим, с евро и американским долларом, да, ну, и там, то там и летают к 1.31, да, потом падают к паритету, потом опять возвращаются, вот это такие перманентные глобальные флеты. По фондовому рынку это, грубо говоря, перманентный постоянный тренд. Ну, время, да, даже в том, что есть, например, обеспечивание валюты, в которой эти фонды в рынке строятся, ну, постоянно растет. Это просто абсолютно разные, ну, получается, надо применять в стиле торговли. Вот, ну, я вот как-то начал, когда с Форекса торговать, посмотрел, самую понятную, самую выгодную, самую дешевую по спредам, по комиссиям валютную пару, это был евро-доллар. Ну, вот, я до сих пор и торгую. И если допускать, евро плохой, давайте торговать фунт, было бы еще хуже. Потому что то, что с ним происходило, и те тренды, которые с ним происходили в последнее время, да, и с Брекситом, и там какой-то, помните, был там, у него сильные падения, там, якобы ошибка каких-то трейдеров крупных, да, там, еще что-то. Вот. Что? Все, что не возьмите при укреплении доллара, все падает. Так что тут надо просто-напросто правильно анализировать и вставать в нужную сторону, при том, когда начинается, грубо говоря, движение по американской валюте. А это, соответственно, значит, движение по долговому рынку у нас в США, значит, по всей экономике, ну и так далее, да. То есть доллар же не просто укрепляется или падает, это практически зеркальное отображение движения, грубо говоря, доходности по американским ценным бумагам. Надо там смотреть, на тот рынок обращать внимание, правильно анализировать, правильно понимать тренды, паттерны, и тогда, соответственно, будет все, грубо говоря, в голове хорошо. Но все время определять модель и точку входа постоянно не получится никогда. Все равно будет момент, когда вы ошибетесь, и все равно эта ошибка просто-напросто не должна приводить к потере больших сумм денег. Вот и все. Понятно. Поняли вас, Александр, спасибо. С евро бывают проблемы, как и у всех других трейдеров с другими активами. Ну что поделать? Нет, я для себя сделал вывод давно еще, что вы любите евро больше, чем я люблю плюшки с творогом. Это очень высокая цель, высокая плавка. Самый ликвидный, самый дешевый по спредам инструмент. Ну и везде есть у всех брокеров. Ну что еще выбирать-то? Да-да-да. Ну, соглашусь, соглашусь. Все поняли вас, Александр. Так что, конечно, внимательно следим за вашим движением на чемпионате. Вот. И желаем, как и всем другим участникам, успеха. Александр, как идет развитие... Вот вы прикрутили, я знаю, нейросистему к этому роботу, который начал уже торговать. Как, на ваш взгляд, вот сейчас, за последние два дня, то, что происходит, довольны или вносите какие-то коррективы в саму систему? Ну, смотрите, сейчас по завершению вот этого вот момента с евро-долларом, по-любому придется вносить какие-то коррективы в плане того, что поступит новый паттерн. Он либо будет определенной нейросетью отменен и сломан, его нужно будет исключать и переобучать сеть. Либо будет какой-то новый, который подтвердится, его добавлять и опять переобучать сеть. То есть, все равно результат какой-то... по этому результату будет какое-то действие, потому что то, что сделало изначально, ну, то, что было определено изначально нейросетью, оно не совсем подтвердилось. Потому что был определен более мелкий коррекционный паттерн в виде четвертой волны. Ну, понятно, зигзаг и их комплексы, да, треугольник же состоит из кучки зигзагов. Вот. Нейросеть определила трехволновую конструкцию и засчитала, как за всю конечную волну 4. А волна 4, судя по всему, может продолжиться. Или это вообще оказаться точкой разворота и начинается новый тренд вниз с какой-то трехволновой конструкцией. То есть, по-любому надо будет дождаться результата и тот или иной паттерн добавить в обучающую выборку, соответственно, провести переобучение и все остальное. То есть, конечно, будут приняты какие-то действия по окончанию. Пока непонятно, что это до конца, да. И? Ну, оно не подтверждает первоначальные какие-то предположения. Я, развитие пока, ну, есть несколько вариантов, посмотрим, что превратится. Вот. В целом, пока работает на старых настройках, я просто-напросто позиции эти включил в сторону той модели, которая была найдена еще ранее. Ну, там уже сколько времени, несколько недель назад это было. Даже, наверное, уже под месяц назад. То есть, по большому счету, пока ничего не менял, вот несколько недель. Ну, вот, видимо, скоро придется. Ну, просто это стандартный. Я так всегда делаю, я когда добавляется верифицированный паттерн, который сошелся, который пропорционален, который мне нравится, я его добавляю в эту выборку. Да, да, да. Я, собственно, об этом и спрашиваю. Уже идет какое-то развитие, но, я так понимаю, динамика уже есть. Поняли вас, Александр? Спасибо. Все тристатаки работают. Ну, а в плане написания, да, там, ну, работают люди, программисты, но что-то пока вяло идет, потому что много исправлений приходится делать. Мне не нравится, как работает, когда показывают мне. Медленно слетает, коннектор очень такой сложный, много вводить данных руками приходится для того, чтобы подключить к счету. Ну, связать робот, который в MetaTrader, вот с этим программным, потому что, по большому счету, этот софт написан на языке программирования не MetaTrader, и работает эта программа не в MetaTrader, она просто из-под Windows, и вот их коннектор, да, вот он мне не нравится, он вылетает, много вводить данных вручную. Я прошу, чтобы оформили это все как можно юзер-френдли, то есть там минимальным количеством кнопок все это включалось и работало. Ну, пока допиливают, посмотрим. Как-то что-то будет более такое устраивающее, что не стыдно показать, я обязательно как-то продемонстрирую, как это происходит у меня вживую. Я понял. Да, конечно, конечно, с огромным интересом ждем. Ну, когда почувствуете, что это уже можно показать, естественно, мы готовы посмотреть. Спасибо за ответ на этот вопрос, Александр. Иван пишет, Саша, при торговле волнами фундамент учитываешь? Ну, по большому счету, конечно, учитываю, но очень крупный. То есть я не анализирую, допустим, выход ежедневных новостей. Понятно, что процентные ставки, изменения монетарных политик или количественные смещения к запуске или приостановке нельзя игнорировать. Это крупные финансовые потоки, которые повлияют на денежный рынок, повлияют на валютный рынок, соответственно, да, и все это, грубо говоря, поменяет тренды. Или наоборот их там начнет, либо прекратит. Так что, конечно, это игнорировать нельзя. Ну, допустим, да, по крайней мере, связывают начало такого активного укрепления. По евро, именно начало, понятно, что оно должно было состояться. Но вот оно началось именно, когда все-таки закончилась эта эпопея с планом спасения еврозоны в коронокризисный период. Вот этот фонд спасения. Ну, фундаментальная новость, фундаментальная. Связано с рынком, связано. По крайней мере, на этом евро пошел. Ну, окей, как это игнорировать? Конечно, это игнорировать нельзя. Но ежедневные, допустим, там, показания индексов, там, потребительской активности, там, да, даже ВВП не всегда смотрю. Или уровень безработицы, это фактически многое в ценах. И если это даже не учтено, то влияние этого будет краткосрочное. Да, можно увидеть движение, там, 100, 150, 200 пунктов, но в одну торговую сессию. Но с большой степенью вероятности на следующую сессию оно сольется обратно. Ну, вот, как, просто это такая флуктуация произойдет на рынке, которая, там, может, там, погонять немного, там, да, выбить, там, либо стопы, либо, там, наоборот, быстрее дойти до тейп профитов. Но это только учитывается именно в технических моментах, но не в каких-то трендовых ситуациях, когда вы, там, крупный сценарий разбираете и закладываете, там, куда вы будете торговать, там, в следующие, там, месяцы, там, или полгода. Так что, да, фундаментальные события учитываю. Но вот это вот ежедневно торговля на новостях я, конечно, нет, я это не смотрю. Ясненько, Александр. Спасибо вам большое за ваш обзор. Желаем вам успешной торговли и на счетах общих, и на конкурсных. И ждем от вас хороших, положительных финансовых результатов. Хорошего дня сегодня. Спасибо вам большое, Игорь Николаевич. Тоже всем удачи, всем профита. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.